Когда хочется сделать нашу историю более эмоциональной, мы часто сталкиваемся с тем, что very у нас с каждым словом. Предлагаю сегодня разнообразить нашу речь и, во-первых, найти эквиваленты усилителя very, а во-вторых, узнать распространенные варианты, когда мы можем заменить прилагательное с very на другое. Например, it's very cold, it's freezing. С вами Вероника и Basel English. Первым делом мы с вами собирались узнать, какие еще бывают усилители, кроме very. И здесь есть очень интересный момент. С прилагателями, у которых есть сравнительная превосходная степень, то есть gradable adjectives, мы используем чаще всего одни усилители, а с прилагателями, у которых нет сравнительной степени, non-gradable adjectives, другие усилители. Предлагаю сначала разобраться, какие прилагатели мы называем gradable, те, у которых есть сравнительная превосходная степень, то есть они могут быть более или менее какие-то. Например, Какие усилители можно использовать с такими прилагательными? Конечно же, very, но наша задача найти эквиваленты. Например, really, действительно, чрезвычайно. Это слово очень часто используется в разговорной речи. Также есть extremely, это предельно, чрезвычайно, невероятно, и он даже более сильный по ощущениям, чем really. Я так горжусь тобой, ты принял невероятно трудное решение. А какие прилагательные являются non-gradable? Это те, у которых нет сравнительной и превосходной степени, они уже и так подразумевают какое-то превосходное значение. Например, tiny, крошечный, freezing, ледяной, impossible, невозможный. В целом, с некоторыми прилагателями из этой категории мы можем использовать и усилители, которые разбирали выше, однако есть и другие. Absolutely, абсолютно, совершенно невероятно. She is absolutely perfect, она абсолютно идеальна. Также есть completely, полностью, совершенно, абсолютно. My work is completely finished, now I can relax. Моя работа полностью завершена, теперь я могу расслабиться. В неформальной разговорной речи часто используется totally, совершенно, полностью, абсолютно. It's totally unacceptable, это совершенно неприемлемо. С прилагателями, которые имеют отрицательное значение, очень часто используется utterly, крайне, чрезвычайно, абсолютно, совершенно. His comments are always utterly irrelevant, его комментарии всегда крайне неуместны. С прилагателями, которые описывают чувства, популярно наречие deeply, глубоко, сильно, серьезно. Например, I'm deeply flattered, я глубоко польщен. И последний вариант усилителя на сегодня, exceptionally, необычайно, невероятно, исключительно. Did I tell you how exceptionally gorgeous you look? Я говорил тебе, что ты выглядишь исключительно великолепно. Теперь переходим ко второй части нашего видео и посмотрим, как можно заменить Gredible, прилагательный с усилителями, на Non-Gredible, чтобы сделать нашу речь более разнообразной. Very accurate. Exact. I don't remember his exact words. Я не помню его точных слов. Very bad. Awful. It was an awful situation. Это была ужасная ситуация. Very beautiful. Gorgeous. She wore a gorgeous dress yesterday. На ней было вчера потрясающее платье. Very funny. Hilarious. I love his jokes. They are always hilarious. Я обожаю его шутки, они всегда очень смешные. Very important. Crucial. He played a crucial role in the formation of the team. Он сыграл ключевую роль в формировании команды. Very busy. Swamped. I'm swamped with work on a new project. Я завален работой по новому проекту. Остальные варианты рассмотрим без примеров и предлагаем вам самостоятельно подобрать интересные предложения в комментариях. Ждем ваши варианты в комментариях и надеемся, что вам понравился сегодняшний урок. Если хотите закрепить пройденный материал, переходите по ссылке в описании и учите английский эффективно и интересно вместе с Puzzle English.